Добрый вечер, дорогие наши зрители! Мы продолжаем информационное обещание и в эфире телеканала Абакан 24 и радио Абакан программа «Молодежь сует носу» у микрофона Ксения Майер и в гостях у нас сегодня Екатерина Алексеевна Серякова, директор школы номер 3 Абакана. Спасибо большое, что согласились сегодня прийти. Добрый вечер, Ксения! Добрый вечер, уважаемые телезрители, радиослушатели! Приятно снова оказаться у вас в гостях! Мы сегодня поговорим о таких важных составляющих, так как вы директор школы и для наших зрителей, вообще о воспитании детей, патриотическом воспитании детей, потому что в этом году это как-то особенно актуально и особенно популярно стало именно в этом году. И поговорим в целом о детях, о жизни. Вот знаете, сразу, если, Ксения, позволите оговорку, на самом деле большое внимание патриотическому воспитанию уделяется довольно давно, и вот такой тренд, можно сказать, с 2010-х на усиление роли не только патриотического воспитания, но и духовно-нравственных ценностей. Был, просто почему-то, как мне кажется, в этом году он стал чуть более заметен для невключенных в процессы людей. Вот то, что происходит в школах, на что школа сейчас ориентирована. Хотя, по-моему, в каком-то из эфиров я уже рассказывала, вот наши стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, еще, которые начали внедряться в 2010 году, там уже было закреплено такое понятие, как национальный воспитательный идеал, где говорилось о том, что целью воспитания как раз является вот такая личность, самореализованная, компетентная, высоко патриотичная, укорененная в традиционных ценностях для нашей страны и воспринимающая судьбу Отечества как свою собственную. Вот эта формулировка «воспринимающая судьбу Отечества как свою собственную», ну, вот лично мне тоже очень отзывается. На самом деле, да, я имела в виду, что в этом году как-то всем стало более, наверное, известно деятельность школ, потому что везде освещается и разговоры о важном мы очень часто показываем, и сегодня в том числе был такой у нас сюжет, Дарья Казак снимала. И, например, вот то, что с утра происходит по понедельникам в школах. Да, церемония поднятия флага, исполнения гимна. Хотя, да, нужно отметить, это новшество, бесспорно, да. До этого мы флаг и гимн вносили и исполняли только на торжественных, важных для школ и мероприятиях. Теперь вот каждый понедельник, можно сказать, для нас торжественен и важен. Да, и такой вопрос сразу рождается. Вот ребята, особенно, наверное, для младших классов, они пока вот у малышей, им, ну, что скажут, грубо говоря, то и делаем, да. Но старшеклассники, там, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый класс. Вот вы заметили какую-то вот такую-то, ну, как они реагируют на это всё? Я поняла вот здесь как-то именно в четвёртой четверти, в конце третьей, чётко ощутила, что вот прижилась традиция. Всё, дети уже сами по умолчанию идут на линейку, строятся, готовы, исполняется гимн, что тоже для меня очень важно. И я понимаю, что, вот как любой директор, мы начали, я в первую очередь обратилась к коллегам, что дети будут исполнять гимн только если будут видеть, как учителя его исполняют. Тут важен пример взрослого, бесспорно. Да, как и везде, собственно говоря, этот пример взрослого. Но сейчас, в преддверии 9 мая, почему мы вообще решили сегодня поговорить о патриотическом воспитании детей и молодёжи? Потому что канун такого великого, большого праздника, и в школах происходят разные, в том числе, мероприятия. Вот как третья школа готовится? Что интересного есть? Ой, ну мы включены в тот поток мероприятий, который организован в городе Абакане, всегда конец апреля, начало мая, мне кажется, вот буквально в воздухе витает эта атмосфера предстоящего большого праздника общего для всех нас. 5 мая состоится открытие традиционной вахты памяти. И, конечно, тут отдельное направление подготовки. Готовятся наши ребята, которые будут вахту нести, будут стоять на открытии. А они выиграли, будут в открытии стоять? Смотрите. Нет, нет. Будем честны, выиграли не мы. Наши ребята, конечно, караульные группы. Вот вахта памяти будет открыта 5-го числа, и дальше почетные караульные группы ежедневно, около вечного огня, пост номер один. Этой традиции больше 40 лет. Пока не прерывалось, да, я думаю, про это неоднократно звучало. Недавно. Ежегодно. Вот. Наши ребята тоже будут удостоены этой чести пост номер один нести. Не 5-го мая в день открытия, да, в другой день. Но вот эта подготовка, она все равно вот этих постовых бригад идет у нас, постовцев. И вдобавок, часть детей же еще непосредственно на открытии присутствует, перед ветеранами торжественным маршем проходит. Это тоже очень ответственно. Сначала мы хотели, чтобы вот на вахте у нас присутствовали наши кадеты. У нас есть два кадетских класса. Мы для себя решили, что вот у них есть как минимум красивая форма, да. Они учились маршировать. Но потом наши ребята, которые участвовали в прошлые годы, просто обратились, а почему не мы, почему нам тоже хочется. И мы приняли решение, что это все-таки будет сборной командой. Мы предоставим возможность и честь вот такую и для наших выпускников девятых классов. Есть у нас даже одиннадцатиклассник, кто вот между подготовкой к экзаменам выделяет время на тренировки. Вот. Что все-таки важно, что это объединяет. И дети вовлекаются, воодушевляются. И для них это на самом деле волнительно и трогает их. Вот. Для меня это важно как для педагога, как для человека, что это вот не просто какая-то там повинность, или мы кого-то заставили, не дай бог. А для детей, для самих это значимо. Они сами в этом находят смыслы. Да. Я уверена в том, что это именно так, потому что и у детей в том числе спрашивали. Мы вот совсем недавно снимали, как проходит вот этот, ну так скажем, конкурс, да, ребят, которые откроют вахту памяти 5 мая. Я думаю, чуть-чуть попозже мы можем показать, как это все происходит, да, кто, может быть, пропустил, посмотрит. Вот. И со стороны детей, вот я уверена, что им в этот момент, ну, гордость какая-то определенная. Во-первых. Во-вторых, на них же будут смотреть люди. Столько людей и столько почетных людей в плане, это же и вся вот городообразующая наша. Ну, естественно, да, администрация города. Конечно, ветераны в том числе. В этом году по линии Российского военного исторического общества организуется съезд представителей советов ветеранов всех муниципалитетов. То есть на открытии вахты памяти в этом году, я знаю, будут присутствовать не только будет присутствовать не только совет ветеранов города Абакана, но и ветераны со всех муниципалитетов города Абакана. Мне кажется, это тоже очень торжественно, так вот почетно, что Абакан перед всей республикой будет открывать в очередной раз свою вахту памяти. Знаю, кстати, также, что потом для вот этих представителей будет организована экскурсия по городу, и в какой-то момент они окажутся в том самом Георгиевском саду, который мы с ребятами сегодня выбирали. Вот следующее хотела узнать. Опять же, одно из... Всегда так было, наверное, вообще во все времена. Трудовое воспитание ребят – это всегда выходили на разы, различные субботники. И в том числе сегодня, да, тоже попозже выйдет сюжет о том, как прибирались ученики третьей школы, в том числе вот с вами. Вот сегодня вы убирали вот Георгиевский сад. Это выпало, ну так скажем, по какой-то случайной жеребьевке или какой-то был принцип распределения? Знаете, есть, честно скажу, постановление, которое закрепляет определенные городские территории, оно действует уже, так скажем, не первый год, а второй. И что важно, вот что за территорией закреплена не просто школа, а в данном случае еще вот с нами сегодня убиралась спортивная школа по настольному теннису, комитет муниципальной экономики, правовая служба кодекс. И что наши ребята, да, вот волонтеры, активисты, просто те, кто вот откликнулся, вот мы также на линейке в понедельник объявили, что будет субботник, да, кто вот пожелал прийти, поучаствовать, видят еще и других неравнодушных, ответственных взрослых из самых разных сфер, которые приходят и вот просто наводят порядок на отведенной им территории, делают какой-то вот свой конкретный кусочек города лучше, чище. Тем более, вот я начала немножко рассказывать, что вот 5 мая приедут эти почетные гости, и как раз в Георгиевском саду они, у них будет не просто экскурсия, но еще и закладка аллеи. Они посадят 20 деревьев, и если вы обратили внимание, параллельно с нами как раз шла подготовка вот к этой посадке. Бесспорно, это такое место, которое, как и парк Победы, к 9 мая должно быть готово. Ну и мы надеемся, что вот ветер и горожане как бы не нивелируют наши усилия, которые мы приложили сегодня. Долго осталось, конечно, всегда хочется, чтобы оставалась чистота, которую наводили своими руками другие люди. Это, ну как-то всегда в этом говорится, да, что хоть, пожалуйста, уважайте чужой труд, но тут хотя бы действительно не так долго постараться бы сохранить вот это, ну хотя бы на какой-то определенный промежуток. Опять же, честно, мы в первый раз собирались там в прошлом году, в этом году гораздо чаще, уже гораздо чаще, гораздо меньше мешков нам удалось собрать, да. Но это не расстраивает, а скорее огорчает, это радует. Да, радует, конечно. Не огорчает, а радует нас бесспорно. Да. И по поводу того, что, ну тем не менее, все-таки Георгиевский сад, я думаю, ребята больше с какой-то, нежели там убраться просто под школу, это одно, да, а пойти убрать такое место, которое, ну, значимую какую-то несет историческую для города, да, вот этот момент. Тоже же, да, вот позиция такого ответственного горожанина, деятельного, хочется верить, что мы ее такими мероприятиями воспитываем. Ну, и если говорить про трудовое воспитание в целом, вот меня, например, радует, что уже много лет существуют трудовые отряды школьников, более известные, наверное, обывателям, как рембригады, ну, то есть, в которых ребята могут трудоустроиться, в течение июня работать и заработать вот такую некоторую сумму, но и при этом потрудиться на благо школы. И ведь ежегодно конкурс, ну, вот, например, у нас. У вас проходит конкурс, чтобы оббирать? Желающих много, конечно. Желающих много. И это очень радует, что вот ребятам хочется потрудиться за этот свой труд, получить оплату и есть готовность. И с коллегами другими мы тоже разговариваем, что вот где-то прямо чуть ли вот либо отличников, либо тех, кому ну сильно-сильно нужно, берут, да. У нас тоже желающих гораздо больше, чем места, и это здорово. Отдельно, если мы сегодня говорим про весь город, я вот понимаю, что каждый раз выступая на ваших эфирах, я говорю не только про опыт своей школы, про все то, что делается в системе образования города Абакана. Мне хочется, чтобы труд коллег тоже был виден, заметен. Поэтому существует у нас в городе еще и так называемый лагерь труда и отдыха. Тоже замечательная форма, где ребята трудятся не просто на благо какой-то школы, а работают вместе с парковым хозяйством, чаще всего на клумбах. А вторую половину дня они проводят либо в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на занятиях, либо в Центре детского творчества. Вот, ну, по крайней мере, так было прошлые годы. Вот такая комплексная программа. Они поработали, и еще у них случился некоторый замечательный развивающий досуг. Это очень здорово. Почему? Потому что это лето. Это время, когда нужно чем-то заняться, иначе не избежать чего-то не очень хорошего. В общем-то, если вернуться к вахте памяти, я предлагаю напомнить зрителям, что это вообще такое, да, и посмотреть небольшой сюжетик. Он порядка двух минут всего идет. Здравствуйте, товарищи постопцы! Здравия желаем, товарищ председатель жюри! За возможность нести вахту на посту номер один сегодня борются 20 команд. Это школьные кадетские и полицейские классы, юнормейцы и просто отличившиеся ученики. Их главная задача – продемонстрировать жюри свои навыки в строевом шаге и выправке. Долгие тренировки и слаженная командная работа сегодня – залог успеха. Первый есть первый. Первый – это, значит, лучший. Поэтому ребята сегодня и соревнуются. И вот уже члены жюри всего несколько просмотрела караульных групп и говорят, Ирина Александровна, с каждым годом все лучше и лучше. Ребята ходят, как мы будем выбирать лучшего? По традиции, участие в вахте памяти примут все 20 групп. Однако почетный караул будет нести только одна из них. А потому сегодняшний конкурс для ребят очень волнительный и ответственный. Переживают за свои команды и командиры групп и руководители объединений. Мы чувствуем определенную гордость за то, что нам удается выступать на таком мероприятии. Мы гордимся тем, что нам предоставили такую возможность. Ну и настроены, конечно, только на победу. Довольно долго старались. Прямо, ну мы, думаю, займем какое-нибудь место призовое. Мы все готовы. Мы ожидаем от себя хорошего результата. И думаем, что у нас все получится. Эмоции у нас боевые. Мы готовы. В первую очередь, это гордость за свою школу, гордость за учеников нашей школы и за страну. Впервые вахта памяти состоялась в Абакане 7 ноября 1977-го. В этом году, как и всегда, лучшие учащиеся городских школ заступят на первый пост уже 46-й раз. Традиционно вахта памяти откроется в Парке Победы 5 мая. Караульные группы будут сменять друг друга до Дня Великой Победы. Ксения Мэр, Владислав Воронов, Новости. Вот такой вот небольшой сюжетик, небольшое напоминание о том, как проходят такие конкурсы, так скажем. Потому что это действительно конкурс. Ребята очень сильно волнуются, потому что вот Ирина Александровна, она говорила о том, что им хочется, каждому хочется ведь открыть. Но тем не менее радует то, что действительно оставляют всех ребятишек, всех школьников и все вот эти объединения. Потому что, ну, все равно, если среди стольких школ выбирать всего одну, которые будут там вот в течение трех дней нести вахту памяти, сложно, мне кажется. Потому что они один на другие, одна команда на другую похожа. Тяжело. Ну, это и физическая нагрузка, на самом деле, большая, и моральная, и физическая. Так что, да, тут здорово, что у всех школ есть возможность к этому прикоснуться и побыть в почетном карауле Вечного Огня. Да, это очень здорово. В общем, патриотическое воспитание, я так понимаю, какие вот еще интересные, может быть, есть мероприятия, которые вот проводятся? Я знаю точно, во всех школах проходит, например, смотр песни «Строя». Да, вот для меня такие любимые формы – это наши школьные конкурсы инсценированные патриотической песни. Он у нас уже был, старшеклассники вот инсценированные постановки делают. Конкурс «Песни и строя», который у нас для начальной школы проводится, ждет нас вот в начале мая. Тоже ребята маршируют, волнуются. Ну, интересно, вот как это в учебный процесс вплетается. С одной стороны, у нас идут сейчас всероссийские проверочные работы, вот наши ВПР так называемые. И нужно, чтобы было тихо. У нас школьный двор небольшой, там активно маршируют ученики начальной школы. И, в общем, нужно как-то вот это все сочетать, чтобы, с одной стороны, громко марширующие, исполняющие свою песню ученики начальной школы не мешали более старшим ребятам справляться вот с такими серьезными испытаниями. Ну, вот в этом, наверное, прелесть школьной жизни. Всего много, вот, и в преддверии 9 мая. Ежегодно в городе очень много акций. Например, также в рамках открытия вахты памяти будут ребята презентовать свои семейные реликвии. Вот для нас город, как раз Ирина Александровна, в том числе, такую форму придумала. Сейчас мы вот в поисках, и ребята наши в поисках таких каких-то своих семейных ценностей, да, там, медалей, писем, которые вот им бы хотелось вот тоже, чтобы вот эта вещь была с ребенком на открытии вахты памяти и вот была таким своеобразным символом сохранения и передачи памяти из поколения в поколение. Да, ты очень здорово узнала такую акцию. Да. Я сейчас, может, какие-то секреты раскрываю. Это же будет на вахте памяти, а я рассказываю, хотела рассказать еще про звезды, что ребята готовят звезды с именами своих прадедов, прабабушек, что вот там ветеранов войны, тружеников тыла, чтобы их память тоже увековечить вот в рамках церемонии открытия. Ну, я уверена, что будет еще очень много интересных моментов. Прошу прощения, если я раскрыла какие-то секреты, которые… Вряд ли, потому что нас же обычно приглашают, но, я думаю, все, ни для кого не секрет, не всегда получается, да, в силу каких-то обстоятельств приехать и снять. Я думаю, что об этом уже говорилось где-то, но вот, к сожалению, не осветилось. Да, очень много, вот очень много таких тонких моментов наполнения смыслами. Не просто ребята пришли, постояли и ушли. Тут открытие вахты памяти – это всегда большой праздник. Вот, также, я думаю, вы в курсе акций. Вот, как раньше была акция «Абакан поет Катюшу», помните, да? «Абакан пел Катюшу», читал Теркина. Вот, в этом году новые три песни, которые наши ребята учат, исполняют все вместе, да? В том числе и песня «Нам нужна одна победа». Ой, какая я вообще не могу, очень люблю эту песню. Да, большой поклонник. Да, в исполнении больших детских коллективов, хотя я знаю, что она считается непростой для исполнения. Да, она очень, она такая низкая, это прям, да. Если вот именно с музыкальной точки зрения, да, это очень непростая песня. Патриотическое воспитание, понятно, да, проводится, все здорово. Еще вопрос такой, вспомнила на ходу буквально. Отменили в этом году у нас бессмертный полк, да, в силу всем известных обстоятельств. И как, ну, ваши ребята обычно принимали ли участие? И онлайн же все равно будет проходить? Ну, конечно, сейчас каждая школа в поисках тех форм, в которых мы это проведем, поскольку желание у ребят есть, да. Есть и на региональном уровне сейчас разные инициативы, что вот можно отправить портрет своего, там, прародителя, так скажем, оформленный, его большой ролик поместят. У вас чудесная акция, я помню, я горжусь, да, приходят к вам и рассказывают о своих бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках, семьи, абаканцы, в том числе и юные весьма. Вот, мы в свою очередь тоже сейчас планируем экспозицию оформить, куда могут принести ребята вот свои портреты, штендеры, поскольку они в семьях есть и все равно вот есть потребность там 9 мая показать, продемонстрировать, по крайней мере для своих значимых, да, людей, например, одноклассников. Смотрите, какой еще есть формат. Нам же и федеральный центр предлагает разные форматы, ну и вот школы для себя их оценивают по, так скажем, осуществимости, применимости или вот потому отзывается или нет. Например, нам предлагают формат размещения на машинах портрет, да, кому-то это нравится, кому-то не нравится, кому-то отзывается, кому-то нет. Или на одежде, вот тоже такой дискуссионный формат, много обсуждался, да. Ну вот просто представители федерального движения говорят, может быть так, может быть так, что формы есть разные. Понятно, что это не совсем однозначные форматы, кому-то может понравиться, кому-то не понравится, но, наверное, хорошо, что каждый может выбрать свое. Или вариант значка, на котором можно как раз написать «я внук» или «я правнук» и назвать своего ветерана. Это очень здорово. Ну, правда, очень много формы, правда, очень много движений, как можно это сделать. Да, ну и размещение в соцсетях, конечно, я как-то его назвала, как такой самый очевидный вариант нашей такой презентационной страницы. Да, да. И, ну, это правда здорово. Я хотела бы обратиться к нашим зрителям и слушателям. 22-60-11, телефон нашей студии, звонки мы, конечно же, принимаем. Кроме того, YouTube-чат наш тоже доступен, кто смотрит нас здесь, и все доступные мессенджеры. У меня к вам тоже есть небольшой вопрос. Все-таки большинство, ну, не большинство, ладно, не будем так говорить, но какая-то часть наших зрителей – это люди, которых воспитывали в Советском Союзе, да. И мне интересно, насколько вот сейчас мы освещаем, да, вот это патриотическое воспитание, у кого-то там дети и внуки учатся сейчас в школах, насколько оно отличается и в хорошую, или плохую, или сторону оно поменялось с ваших времен. Вот сегодня можно задеть вот такую вот тему, потому что это очень интересно. Возвращаются ли какие-то моменты, потому что был же разговор о том, чтобы вернуть начальную военную подготовку, да, для школьников. Ну, элементы начальной военной подготовки есть в курсе основ безопасности жизнедеятельности, бесспорно. Планируется, так скажем, усиление этого блока. Но что я для себя отвечаю, например, каждый год все больше детей сдает нормы ГТО. Нормы ГТО, да, тоже, кстати, такой момент. И это здорово. Во-первых, в здоровом теле здоровый дух, это не только про оборону, но и про готовность к труду, хотелось бы напомнить. Больше детей интересуются, например, навыками стрельбы, желают посещать секции по пулевой стрельбе. В этом есть и свои положительные моменты. Любой спорт, я убеждена, дисциплинирует, и любое включение вот в такие движения, или, например, в действующее движение юнармия воспитывает определенное качество личности, только положительные. Знаете, у меня такой вот интересный к вам вопрос. Бывают такие моменты, когда мы, например, снимаем какое-нибудь такое патриотическое мероприятие в детском саду, или патриотическое мероприятие где-то в школе. В общем, любое мероприятие, касаемое вот чего-то с патриотизмом связанного, с детьми. И чаще всего, я лично это вот заметила, такой момент, что особенно в социальных сетях, вот наш телеграмм, комментарии становятся прям каким-то полем боя, грубо говоря. И все пишут о том, что зачем детям всё это знать, зачем детей сюда привлекать, вы же с самого детства им там вдалбливаете, что они солдат. В общем, такого мнения у нас в комментариях очень много. Я с ним, ну прям категорически не согласна, я всегда стараюсь что-то оспорить, аргументировать свою точку зрения. Вот как вы считаете, действительно нужно ли? Вот если нужно, то почему? Почему нужно давать детям знать о том, что, как сказать, патриотизм – это очень важная составляющая нашей жизни? А вот давайте вернёмся к этой мысли про принимать судьбу Отечества как свою собственную. Вот. Есть вот такой культ персоналистической психологии, вот про то, что есть я, есть мой комфорт. Но на самом деле, вот как мне кажется, любая личность становится вот такой максимально реализованной, когда вот выходит за пределы своего «я», когда вот такое «я для других», да, и готовность делать для другого. Она как раз и формируется в таких движениях. Это же не только про родину в глобальном смысле. Это в первую очередь про твоего соседа рядом, про неравнодушное отношение к тому, что вокруг тебя, а не только в твоей жизни. Это первое. Второе, мне кажется, что очень важна опора на что-то. Вот наша история, наша страна – это то, что позволяет нам чувствовать опору, быть укоренёнными. И мы, наверное, даже иногда не до конца можем оценить, а какой это большой ресурс для всех нас. В-третьих, знаете, вот в этом году, я отвлекусь сейчас на секунду, была на «Выпускнике года». Вы явно тоже его освещали, я помню, что присутствовали. И вот ребята яркие, талантливые, стоящие на сцене, через одного были не только талантливыми певцами, музыкантами, танцорами, но и практически каждый из них был вовлечён в какое-то движение. Кто-то был волонтёром Победы, кто-то юнормейцем, кто-то просто волонтёром. И вот эта социальная активность, мне кажется, она показатель какого-то уровня развития личности. И это не всегда обязательно только про… Я не знаю, конечно, как это в головах людей, что, как им кажется, как это в школах происходит. Просто это невозможно навязать. Это не про навязывание, это просто про определённое погружение. Понятно, что в каком-то из эфиров, я, по-моему, эту мысль высказывала, она очень чётко как раз в наших стандартах прослеживается, что есть определённый уровень знаний. Я думаю, каждый из нас прекрасно знает, что такое быть патриотом, какое поведение это подразумевает под собой. Есть уровень определённых эмоций, отношений, чувств. Есть уровень поведения. И вот для того, чтобы знания стали поведением, вот эти эмоции, они максимально важны. А эмоции, они рождаются как раз при включении в подобные виды деятельности. Когда дети начинают петь песни, читать стихи, понимают смыслы, сопереживают своим прародителям, потому что они были участниками таких исторических событий. И вот когда это всё как-то проходит не только через голову, но и в хорошем смысле через сердце, понятно, что, наверное, это и делает детей неравнодушными, сострадающими, сопереживающими судьбе своей Родины в глобальном смысле, но и в очень локальном, например, в своего двора, в своей школе, в своей семье. Ну не зря существует песня «С чего начинается Родина», с картинки, буквально начинается. Просто там, видите, я постараюсь найти, может быть, вернёмся к этому вопросу. Чаще всего именно… А, ну вот, я, по-моему, нашла. Сейчас вот попробую перейти. Прямо зачитаю, чтобы не голословно я тут говорю, что у нас тут такие моменты. Баталии на полях. Ничего, так скажем. Просто, видите, я, с одной стороны, понимаю, чего родители, может, опасаются, или не родители, а вот кто-то, кто со стороны наблюдает. Кажется, что школа сейчас включает такой режим сверхдидактичности, что все сосредоточатся только на этом, что всё-всё-всё, вот как там усведётся, вот ни в коем случае. В школах всё так же работают адекватные, здравомыслящие люди. Просто мы понимаем, что нормально и фокус внимания свой, и нужно направлять в том числе на это. Если вам интересно, то наш снова образующий для системы образования закон об образовании в Российской Федерации, вот в нём слово «воспитание» везде стоит перед словом «обучение». А законы, на секундочку, от 29 декабря 2012 года, для тех, кому кажется, что всё это случилось вчера. Нет, на самом деле, ну там, ладно, не буду я тут сейчас тоже отвлекаться. На самом деле, кому, кто заинтересуется, тоже полистайте. Вопрос это чаще всего, например, утренник в детском саду возьмём, самый обычный какой-нибудь перед 9 мая, но это было конкретно перед 23 февраля. Как правило, что в школах, что в детских садах, ребята готовят какие-то мероприятия, что-то интересное, какие-то акции. Родители шьют для них костюмы. Они делают вот эту вот китель, например, да, пилотки делают ребятам, ну, малышам прям, так скажем, совсем. И они, пожалуйста, они маршируют. Перед 23 февраля в одном из детских садов, по крайней мере, вот как раз под которым был гневный этот комментарий, там ребята были не только в форме, вот так скажем, прям военной, и там были ребята в форме морской, да, что-то вот тельняшечки. Всё это выглядит очень, ну, мило, действительно. И ребята читали стихотворения, посвящённые там каким-то моментам, не всегда войне. Ну, то есть это вот момент защиты Отечества, про Родину. Да, про Родину. А комментарии как раз о том, что зачем вырежать детей, зачем заранее готовить их к войне, они не понимают, о чём они читают стихотворения. И вот меня вот именно этот момент так зацепил, потому что как не понимают, а воспитатели им просто «держи и иди учи», а до этого они не проводят разве уроки. И вот со школьниками что-то подобное. Ну вот это же повод как раз про это поговорить. Да. Это повод про это поговорить, да, как-то осознать, вот насколько это возможно для, там, в том числе детской психики, да, вот почувствовать какую-то сопричастность свою. поскольку, ещё раз, вот это гораздо больше, чем просто тема какой-то военной службы, да. Это вот про деятельное, неравнодушное отношение к своей Родине в самом глобальном и локальном смысле. Да. Почему я адресую этот вопрос именно вам? Потому что всё-таки ваша должность, да, директор школы тесно связана с воспитанием детей. И как бы ответить вот, так скажем, я, когда отвечаю, да, я не имею там педагогического какого-то образования и так далее, но когда отвечаю человеку, который может, собственно, да, сказать такие слова, вот, ну, важно было просто услышать вашу точку зрения. Спасибо большое. Я думаю, нам, наверное, от патриотического воспитания можно немножечко уже отойти, да. Тем не менее, если кто-то хочет высказать своё мнение на этот счёт, 22-60-11, звонки мы принимаем. Сообщения ваши тоже, наш вайбер, ватсап, обязательно перешлют. Я предлагаю перейти к такому, как сказать, совсем недавно, да, у нас в гостях тоже сидела на моём эфире Диана Александровна Шевченко, ваш педагог-организатор по-прежнему. Она советник директора по воспитанию. По воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Такая новая должность тоже возникла в образовательных организациях. Где-то эта штатная единица уже занята, где-то ещё в поисках молодых, активных, перспективных кадров, которые готовы были бы выполнять такую функцию в образовательных организациях. Но в скором времени Диана Александровна, она, наверное, об этом говорила, займёт место, ну, я надеюсь, что всё хорошо сложится, муниципального куратора российского движения детей и молодёжи. Да, это очень здорово. Вот как раз Диана Александровна, мы говорили о движении детей и молодёжи, собственно. И она очень... Так, нам поступает звоночек. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Так, наверное, сбросили. Перезвоните, пожалуйста, ещё раз, если вдруг не получилось у нас ответить на звонок. Перезванивайте, мы обязательно возьмём трубку. И про российское движение детей и молодёжи. Диана Александровна очень много нам рассказала, и очень много полезной и важной информации, особенно для родителей, может быть, которые смотрели нас, и для бабушек и дедушек в том числе. Мне вот интересно, я всегда, когда у меня в гостях педагоги и воспитатели, кто угодно, задают такой вопрос. Вот как, например, вот вы едете там на конкурсы, вы побеждаете, как к дирекции относятся? Всё равно уже всегда нужно либо нет, либо да. Вот как вам, как директору, такой момент, что в школе открывается такое глобальное движение? Это ведь действительно очень ответственный момент такой. Ой, ну это же большой ресурс, ну, по крайней мере, он для меня, и коллеги, я думаю, воспринимают это именно так. Есть чудесный сайт российского движения детей и молодёжи, и можно посмотреть, какие активности там предусмотрены. Там многое из того, что в школах уже делается. Но вот эта возможность как раз там быть сопричастными, ощущать себя частью чего-то более глобального, да. Теперь мы понимаем, что во всех школах России вот именно это произойдёт, да, и мы все вместе будем причастны к каким-то глобальным акциям. Причём часть из которых, ну, например, акция «Мы вместе», хорошо нам всем знакомая, да, уже проходит и реализуется. Вот, подразумевается, что ребята смогут участвовать, зарабатывать даже определённые баллы внутри этой системы, получать поощрение, да. То есть есть элементы такие, которые не только вот про то «бери и делай», но и про то, когда тебя поддержат, наградят, заметят, да. Одна из учениц нашей школы, Диана Александровна, наверное, рассказывала, уже стала участницей проекта, связанного с вузами, вот ездила в Новосибирск. Нет, я такого не рассказывала. Не рассказывала, да. Вот одной из акций российского движения детей и молодёжи. Поскольку конкурсы и акции, они уже в школах проходят, вот, несмотря на то, что сейчас такой ещё организационный момент, вот, ребята потихонечку в это, начиная движением интересоваться, вступают в него. Вот я про это и хотела по большей части узнать, потому что тоже, опять же, как реагируют дети? Ну, инициативно ли они, хотят ли они вступать в такое движение? Да, вот знаете, как и в разговоре с патриотическим воспитанием, мне бы не хотелось сейчас выглядеть человеком в розовых очках, потому что все согласны, все всего хотят, все активны. Дети очень разные. И понятно, что часто дети транслируют не только свою позицию, но и позицию своих родителей, их какое-то видение. Кому-то из детей очень хочется, и активных родителей мы видим тоже немало. Часть из детей с настороженностью относятся, и им сначала важно посмотреть. Но вот как раз после того, как наша Бутанаева Ева вернулась, желающих участвовать стало больше. Ну, и когда дети начинают видеть для себя какой-то такой интерес, и что это не просто членство, а какая-то реальная активность за этим стоит. Но никому, ни педагогам, ни детям не хочется просто имитировать деятельность. Хочется на самом деле, с одной стороны, быть полезным, участвовать в делах, которые либо тебя развивают, либо как-то вокруг жизнь изменяют. Так что пока движение прирастает, членов его, я знаю, по-моему, Диана Александровна озвучила мне какую-то цифру, ладно, боюсь обмануть, сколько у нас сейчас абаканцев, но то, что отделения созданы во всех школах города, что они торжественно открыты, что ребята начинают участвовать в активностях, для меня это по-хорошему волнительно и радостно. Я понимаю, что это старт чего-то нового, чего-то, что, скорее всего, с нами очень надолго, и будет интересно посмотреть, как эта система будет развиваться, поскольку то, что заложено в основе, когда читаешь нормативные документы, смотришь те активности, которые для детей придумывают, оно не выглядит как вот, ну, как людям сейчас страшно, что это такая реинкарнация пионерии, что это попытка вот всё то старое, вот как-то насадить на день сегодняшний. Конечно, какие-то элементы хорошего, общего, объединяющего, они в этом движении есть, но активности-то все абсолютно разные. Они другие. И как их много, потому что там, даже если не брать патриотику, хотя она тоже там занимает определённое место, и спорт, и культура, и здоровое питание, и творчество. Да, и даже, по-моему, бизнес, если я не ошибаюсь, тоже можно. То есть, да, действительно такое интересное движение, и было бы здорово, если бы больше детей туда как… Ну, вовлеклось, включилось, да, 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 да. Знаете, говорят, лидерство искусства вовлечения, вот. Наши задачи вовлечь сейчас. Напомню ещё раз, 22-60-11, телефон нашей студии. Кто звонил, вы можете перезвонить ещё раз, сбросился звоночек, не успели принять. Ну, и также мессенджеры, если вдруг у нас какие-то сообщения есть, режиссёр нашей трансляции обязательно нам их отправит. Но у нас осталось не так много с вами времени, быстро с вами время проходит. Не так много осталось времени, и ещё хотелось бы поговорить о таком моменте, как всё-таки май уже у нас на носу совсем-совсем. И это же начало экзаменов. Начинается ОГЭ и ЕГЭ. ОГЭ. Страшное такое, да, для всех, наверное. Знаете, оно волнительное, да, но назвать прям страшным. Говорят, у страха есть важная предохранительная функция. Если кого-то сейчас это заставляет чуть лучше и больше готовиться, как-то больше уделять этому внимания, ладно, пусть будет страшно. Но понятно, что это такая пора, которая является испытанием для ребят. Это, с одной стороны, возможность показать свой лучший результат, и нам, конечно, хочется верить, что все ребята на экзаменах смогут справиться. Хотя экзамены непростые, спорно. И сейчас всё больше ребят, например, после девятого класса, такая тенденция наметилась, выбирают продолжить в средних профессиональных образовательных организациях своё обучение, что тоже здорово. Они уже выбирают для себя профессию по душе. С другой стороны, ребята, идущие в одиннадцатый класс, более осознанно подходят заранее к выбору экзаменов. Бесспорно, в жизни школы сейчас очень важный период. Не только подготовка к майским праздникам, последним звонкам, которые ждут нас весьма скоро, буквально, но и к экзаменам. Да, и к экзаменам, как правило, подготовка занимает, ну, по крайней мере, когда я училась, было так. Сейчас, честно, не знаю, давно не общалась с выпускниками. Это же определённая психологическая разгрузка для них должна быть какое-то время. Потому что ребята, когда готовятся к экзаменам, я думаю, все помнят эти моменты, когда бы то ни было, когда бы не сдавали. Это же всегда действительно такая активная, хочется на все, вот всё, что ты знаешь, что показать, всё повторить. Но невозможно же ведь всё повторить на определённое количество времени. И определённая психологическая нагрузка на плечи ребят всё-таки ложится, будь то девятый или будь то одиннадцатый класс. И это всегда страшно. И сколько мы знаем не очень приятных случаев, да, когда ребята прям с срывами. А вот смотрите, тут очень важно, чтобы ребёнок видел в значимых взрослых рядом ресурсы поддержку. Вот с одной стороны, о чём в первую очередь говорят мои коллеги-психологи в таких случаях, что детям нужно понимать, что экзамен – это ещё не вся жизнь. И вот, и также результат твой на экзамене – это не твой результат как личности. Вот если даже с экзаменом что-то пошло не так, ну так, к сожалению, бывает. Это ещё тебя плохим человеком не делает или личностью плохой. Это всё ещё важный и значимый для своих родителей, да, для своего окружения. Это тебя никак не обесценивает. Но с другой стороны, вот мои коллеги, когда мы про это говорим, они переживают, что если все начнут так думать, вот быстренько расслабятся и делать ничего не будет. И делать ничего не будет, да. Ну вот есть некоторая золотая середина, здравый смысл, да. Мы должны понимать, что вот как бы ни было, особенно родители, что ваши дети – это в первую очередь ваши дети. Их результат на экзаменах, вот они должны знать, что папа и мама меня всё равно любят, поддержат, с любым результатом примут, да. И вот это такое базовое принятие, оно на самом деле для детей важно, да. И оно вот даёт возможность не тревожиться попусту, а именно силы не на тревогу направлять, а на подготовку. Но процесс подготовки, вот любой, люди взрослые знают, вот экзамен, он просто должен быть организован. И если вашему ребёнку, предположим, не хватает той самой необходимой произвольности, чтобы учить самому, организовать себя самому, вам, как взрослому, нужно своим детям помочь, да. Организовать режим дня, да, там, чтобы ночью в телефонах не сидели, с утра в школу бодрыми шли, чтобы в период подготовки к экзаменам правильно питались. Очевидные вещи про то, что что-либо из долговременной памяти, из кратковременной в долговременную переходит во сне, что спать очень важно, в том числе и перед экзаменом. Не нужно зубрить всю ночь, если хочется там свой лучший результат показать. Что важно всё-таки рассчитывать на свои силы, поскольку грустные случаи там не только вот в нашем регионе, но и по России случаются, когда дети приходят с телефонами и, к сожалению, вот перечёркивают себе точное поступление в этом сезоне, так скажем, будучи удалёнными с экзаменом, с экзаменов. Ну или когда дети приходят вроде бы готовыми, но из-за нервов, к сожалению, случаются нервные срывы, и там даже без телефонов их выводят, они экзамен не сдают. Такие-то случаи тоже бывают. Да, и тут важно вам знать своего ребёнка, особенности его нервной системы. Понятно, что все дети разные, да, вот кто-то такой, в хорошем смысле толстокоший его, как бы не задевают такие моменты. А есть дети очень тонкие, восприимчивые, да, для которых это вот такой большой стресс, и важна ваша поддержка, ну и вот различные навыки справляться со стрессом. Обычно рекомендуют уметь сосредоточиться на дыхании, да, вот если сильно занервничал, всё, подышали квадратом, поучили дышать квадратом. Расслабить тело. В принципе, внимание в тело, оно вот нас из стресса так немножко возвращает. Мы не можем, например, изолированно расслаблять что-то. Не можете расслабить всё тело, расслабляем хотя бы руку. И вот если вы сумели расслабить руку, скорее всего, всё ваше тело расслабится, да. Можно перед тем, как идти на экзамен, ну если вот вы из позиции родителя, напомнить ребёнку вот про его успехи, что у него получалось хорошо, в чём он хорош. Ну то есть личности всегда нужно на что-то опереться, да. Мы все разные, да, не всегда всё получается, но вот всегда есть что-то хорошее в каждом ребёнке. Сами ребята, если вот они нас сейчас смотрят, могут вспоминать те ситуации, когда у них что-то получалось, да, когда они справлялись. Вот, знаете, есть очень интересные эксперименты, гарвардские, по-моему, эксперименты, про влияние, как ни странно, пост и жестов на чувство уверенности и на стресс. Тест очень простой. Студентов просили перед определённым испытанием вот сдать пробу слюны, попросту плюнуть, да, и смотрели уровень тестостерона, как гормона уверенного поведения, и кортизола, как гормона стресса, да. Вот, ну вот, некоторые базовые уровни выявляли. И потом очень короткое время, по-моему, там всего лишь 5 или 10 минут, просили быть в двух позах. Одну группу в позе уверенного поведения, так руки в бок, спина прямая, всё. А вторую, вот, максимально ссутулившись, гордившись, вот как-то так. И после этих небольших действий снова брали всё ту же самую пробу. И значимо, статистически значимо, у ребят, которые уверенную позу занимали, вырастал уровень тестостерона, того самого гормона уверенного поведения, а у второй группы уровень кортизола, гормона стресса. Так что вот просто организовать своё тело, разбудить его, быть бодрым, да, сделать какую-нибудь кинезиологическую разминку, для тех, кто не знает, что такое кинезиология, это вот про там некоторое межполушарное взаимодействие, да, вот разные упражнения на перекрёсток можно было, наверное, даже что-нибудь показать. Но я понимаю, что мы сейчас в другую тему уходим. Нет, почему? Давайте покажем. Я попробую повторить. Вы вот сейчас сказали, мне захотелось выпрямить спину. Не знаю, там таблицы Шульта из простого. Знаете, такой квадрат Шульта, там цифры от 1 до 25, их нужно искать. Это позволяет сосредоточить внимание. Понятно, что это всё-таки вспомогательные инструменты к нормальной базовой ежедневной подготовке, да. Если, вот, к сожалению, вы не учили совсем, тренировка внимания и кинезиологическая разминка перед, наверное, не очень поможет. Ну, конечно, да. Уверенная поза тоже. Да, да. Минимо пройдёт. Но это не лишнее. На самом деле ложечку дёгтя всё равно добавить. Не то чтобы хочется, но важно, наверное, об этом сказать, потому что, к большому сожалению, и, конечно, не говорю конкретно про вашу школу, а вообще во многих школах, от многих ребят всегда слышишь, да, моменты, что наравне с вот этой вот психологической помощью о том, что ты важен, ты личность без оценок и так далее, да, что ты, что оценка за экзамен там не делаю тебя плохим человеком, ребёнок уходит от психолога, возвращается на урок какой-нибудь условно математики или физики или чего-то угодно, где педагог, наверное, уже уставший от, как сказать, от ежедневной вот этой вот рутинной работы, от повторения о том, что у вас экзамены, это важно, это всё равно составляет какую-то часть вашей жизни, будущей и так далее, говорят не очень такие приятные вещи о том, что ты не сдашь, ты куда вообще собираешься идти, ты будешь там, ни в коем случае не оскорбляя эту профессию, но почему-то именно её чаще всего приводят в пример, да, ты будешь дворником, ты никем не станешь и так далее, то есть вот эта вот психологическая, наверное, составляющая, она должна между, так скажем, преподавателями и психологом проходить то же самое, да, и преподаватель, наверное, тоже должен какое-то время походить к штатному школьному психологу, потому что, ну правда, и бывали такие случаи, очень много конкретно в интернете даже вот короткие там ролики смотришь, ребёнок выходит просто с истерикой со школы, это же невозможно, нереально так продолжать. Ну, бесспорно, это ненормально, и тут самому коллеге, получается, как вы верно отметили, нужна помощь. Сейчас, почему улыбаюсь, вспомнила, что не так давно общалась с нашим руководителем управления коммунального хозяйства и транспорта, и мы говорили про профориентационные экскурсии, ну то есть вот все те, кто может стать дворниками, а им даже... Мы вчера буквально снимали, кстати, эту экскурсию, у нас на спецавтобазу ЖКХ приходили ребятишки, это были учащиеся пятой школы, мальчики, которые собираются уходить после девятого класса, собственно, в техникумы им проводили большую экскурсию и рассказывали, ну как большую, так скажем, большую, потому что территория спецавтобаза огромная, да, там сколько техники, там даже вот эти клумбы, да, и вот какие-то кочегарные, все вот эти моменты. Ну, тут какой, кстати, интересный момент есть, вот мы нашим родителям и ребятам стараемся рассказывать, что, например, есть возможность оформить себе договор целевого обучения, вот если найти заранее организацию и, собственно, тот самый техникум коммунального хозяйства и сервиса, да, наш готов вполне обучать, и обучать бесплатно, и у человека заранее будет база практики, и потом возможность трудоустройства, мне кажется, это классная, чудесная возможность. Да, это очень хорошая возможность. И, а у ребят, которые пришли в 10-11 параллельно, тоже есть возможность в наших колледжах, техникумах обучаться и получать параллельно специальность. Вот в прошлые годы была еще интересная программа от центра занятости, мы многим ребятам ее предлагаем. Если вот, предположим, экзамены за 9 класс получились, ну или результаты за 9 класс получились не такими хорошими, как хотелось бы, не получилось поступить, да, и при этом, ну понятно, что в 10 класс прийти, это тоже только вот потерять какой-то промежуток времени. Вот центр занятости в прошлые годы тоже предлагал возможности для обучения, и сейчас у них программы временно приостановлены, но они надеются на их возобновление, так что за этим можно следить, и идти обучаться от центра занятости тоже абсолютно бесплатно получать специальность. Я, конечно, поняла, да, о чем речь, это когда для, ну как так скажем, да, курса переподготовки, как будто бы. Да, да, они есть и для взрослых людей, бесспорно, но на самом деле просто эта возможность доступна и ребятам, которые получили основное общее образование, то есть по сути закончили 9 классов. Не поступили, я, по-моему, тоже мы делали об этом материал, для ребят, которые не поступили после школы, для ребят, которые, может быть, только вернулись из армии, да, не успели просто получить профессию. Ну, у них-то спектр большой для мам в декрете, они готовы переподготавливать, предпенсионеров, ну вот просто такая, что такая возможность для детей есть, мне кажется, тоже важно рассказать. Это очень здорово, это очень важно, да. И можно присматриваться, специальностей-то много, и средних учебных заведений вот тоже много, не только в Абакане, но и по Хакасе. Мы, ребят, вот, кто хотел уходить, понимал, что им, к сожалению, для Абакана им баллов не хватило, да, а вот, например, Ширинская аграрная, Бея, вот, поверьте, я сейчас без какой-то иронии говорю, тоже замечательные востребованные специальности, да, там, какой-то тракторист может очень разные виды техники водить, погрузчик водить, очень много получателей, какую-то такую масштабную технику. Я, по-моему, тоже на каком-то из эфиров рассказывала, не так давно, по-моему, опять же, Центр занятости проводили ярмарку вакансий, в большую вот эту всероссийскую ярмарку вакансий, и мы ее тоже снимали, и меня на самом деле не то, что удивило, то есть у меня, я всегда примерно знала, да, я думаю, все, что рабочие вот эти вот специальности, они востребованы, но что настолько, я прям действительно удивилась. А что, они еще и вот сейчас-то оплачиваются? Они сейчас, да, я просто потом приезжаю и думаю, Анатолий, я училась. Ну, просто действительно, правда, условно какой-нибудь человек, который отучился на токаре, например, или слесаре, может работать. Зарплаты сварщиков, посмотрите. Зарплаты сварщиков, да. И надо порадоваться, это, и вот как раз мы с вами про трудовое воспитание говорили, и по сути мы к этому возвращаемся, что любой труд, он важен и нужен, да, и ценность этого труда, мне кажется, что здорово, что сейчас рынок вот так регулирует и показывает, что труд ценен. И он, ну, действительно, труд такой, который кажется, вот когда, допустим, ну, все равно такое тоже присутствует, такой момент, когда ребята выпускаются со школы, и кто-то поступает в институт, кто-то там в колледж, например, кто-то вот в техникум какой-то вот. И вот эти ребята, которые поступают в техникум, они почему-то вот немножко себя принижают каким-то образом, потому что, ну, нам же Тихан, можно не ходить, грубо говоря, да, извините, конечно, за сленг такой. Но, тем не менее, те профессии, которых обучают в техникумах, конечно, мы не говорим о том, что теперь нужно не ходить в вузы, учиться и в какие-то колледжи. Нет, каждому свое. В принципе, профориентация – это важно, да, бесспорно. Просто здорово, что вот этот культ высшего образования, именно как культ, как нечто нездоровое в нашей стране сменился некоторым вот более взвешенным, адекватным курсом, когда ребята думают о том, в какой профессии они могли бы максимально реализовать свой потенциал, в какой профессии они чувствовали бы себя комфортно, и при этом эта профессия приносила бы им не только удовольствие, но еще и доходы. Еще и большие деньги, поверьте, они большие. А вот, знаете, мы как директора ходим к нашим коллегам из среднего профессионального образования на экскурсии, да, и как раз вот в уже упомянутом нами техникуме коммунального хозяйства и сервиса меня до глубины души впечатлили мастерские. Какое оборудование роскошное, да, вот только поэтому стоит туда на день открытых дверей сходить и понять, что это сейчас, там, быть сантехником сегодня – это не то же самое, чем 20 лет назад. Весьма… Есть и высокотехнологичные моменты. Да, и плюс ко всему еще и приносит, как мы уже сказали, доход, так что это здорово, у ребят много возможностей и много… Важно, чтобы действительно не сломать. Вот школа и образование школьное, и поведение учителей, оно всегда, вот, не знаю, мне кажется, далеко не все учителя задумываются о том, как оно влияет на детей. Потому что выйдет ли со школы ребенок здоровый, в плане психически здоровый, да, с хорошей адекватной самооценкой, или он выйдет оттуда с ощущением, что я ничего не могу, не умею, не знаю. Это прямо напрямую зависит от учителей. Поэтому одна из таких… По-моему, вы где-то говорили о том, что учитель – это профессия… Учитель, в общем, учит всех. Самая главная, так скажем, профессия. Может быть, и не вы, но вот помню. Ну, значимость учительского труда вообще переоценить сложно, будем честны. Но это и ответственность. Бесспорно, вы правы. Хотя вот для меня важно сейчас и родителям тоже. Поскольку я понимаю, что у нас родители сейчас смотрят, понимать, что тут скорее с учителями нужно быть союзниками. И учителя – это адекватные и слышащие люди. И, собственно, как и директора школы. И вот какие-то ситуации, они всегда могут на уровне школы быть решенными. Нужно прийти, поговорить, обсудить, встретиться глаза в глаза. Некоторые моменты учителям могут быть неочевидны. Ребенок может быть интровертом, так скажем. И учителю может казаться, что нормально все, как всегда, говорит, а ребенок внутри себя глубоко, например, переживает то, что ему говорит педагог. И в таком случае важно родителю интересы своего ребенка представлять. Но тут важно конструктив сохранить, чего бы очень хотелось. Вот эта грань между адекватными отношениями родителей в педагог и отношениями, когда родитель пытается каким-то образом ставить себя выше педагога. Это, конечно, да, важно. Тут такое партнерство в хорошем смысле. А любому родителю, конечно, нужно какое-то устойчивое, положительное восприятие себя в детей заложить. Ну, собственно, и самому быть примером вот такого адекватного взрослого, на которого можно опереться в любой ситуации. Да, тут, конечно, полностью права, потому что если говорить о том, что самооценка, а вот к этому разговору возвращаться, как бы учитель не лелеял и не холил своего ученика и не говорил, какой ты у меня умничка и молодец. Если его дома, говорят, ты там тоже ничего не сдашь, ничего у тебя не получится, ты садись, делай уроки, иначе ничего не выйдет в жизни, да. Никакой учитель, наверное, тут уже не поможет. Там уже только глубокие разговоры и долгие с психологами, и потом выливается это, конечно, всё. Ну, не очень хорошие моменты. У нас ещё есть совсем немного времени, 22-60-11, тем не менее, мы можем принять, я думаю, звонок, постараться ответить на ваш вопрос. Ну, всё, что хочется сказать, я искренне уверена, что все мои коллеги, мне кажется, у нас у абаканского учительства есть, мы про команду говорим, знаете, вот такую команду абакана и вот команда абаканских учителей хорошо подготовила своих ребят, да, и я искренне верю, что каждый приложит все усилия, да, всё от него зависящее, ребята справятся, постараются, и пусть даже не с первой попытки, но получат столь заветный аттестат. Аттестат-то точно получат, и я думаю, уверена, что все получат аттестат, потому что ребятишки... Понятно, что я тоже не могу пообщаться сейчас со всеми ребятами, но тем не менее, те, которые мы снимаем и показываем, это очень большой какой-то охват школьников, да, они все очень умные, они, может быть, умные не в плане там предметных каких-то моментов, там, конечно, невозможно понять, но очень умные, они понимают и знают там себе цену, и меня это очень радует. Ну и важно, да, как мне кажется, что такая миссия школы сегодня дать возможность переживания успеха, возможность реализации вот всем. Кому-то в интеллектуальной деятельности, кому-то в научной, а кому-то как раз в волонтерстве, в трудовой, в творческой, да, иногда это может быть во всём, да. Вот мы и вернулись к РДД. К тому, с чего начинали, по сути, да, не всем из нас дано быть академиками, но каждый из нас вот может быть хорошим человеком, а школа только должна поспособствовать этому. Катерина Алексеевна, какие, может быть, совсем немножечко у нас осталось времени, какие, может быть, планы ближайшие? Что будете делать? Какие интересные мероприятия нам ждать? Ого, всего так много, всего так много, бесспорно. Ну, у нас же продолжается, вот мы сегодня как-то не коснулись этого, наша деятельность в рамках фонда помощи детям в трудной жизненной ситуации, дети Абакана, и мы планируем запускать проект как раз с ребятами про такое нескучное лето, где ребята, волонтеры будут организовывать вот такую акцию игры нашего двора на дворовых территориях города. Вот концепция у нас такая есть, мы её сейчас прорабатываем, чтобы как раз вот интересный дворовый досуг, то иногда так бывает, что дети выходят гулять, но всё равно оказываются в гаджетах для детей организовать, научить их вот тем самым играм, в которые играли мы с вами, наши родители, бабушки, дедушки, ну, по крайней мере, предложить, вовлечь, вовлечь. Для ребят постарше, которые будут выступать волонтерами, это такая своеобразная профессиональная проба, так педагогическая. В общем, всё, пора прощаться. Спасибо большое, что вы сегодня откликнулись и пришли к нам на эфир. Вам спасибо всем. Интересно и приятно послушать. До свидания, спасибо, что были с нами. Хороших выходных. До свидания.